Когда же, наконец, мы будем жить хорошо? Ответ на этот вопрос, видимо, знает господин Кудрин. Сегодня, выступая на Гайдаровском форуме, он заявил о том, что в случае осуществления его масштабного плана реформ, Россия уже к 2019 году выйдет на темпы роста ВВП в 3%, к 2022 году на темпы роста 4%, а к 2035 году российский ВВП вообще удвоится. Нужно заметить, что словосочетание «Гайдаровский форум» у многих людей вызывает достаточно неприятные ассоциации. В первую очередь, у тех, кто помнит, что такое гайдаровские реформы. И особенно неприятные ассоциации вызывают это словосочетание именно в связке со словом «реформа». Господин Кудрин считает, что без осуществления его плана реформ никакого роста не будет. Допустим, что это так. Но что он нам предлагает в качестве реформ? Он предлагает свои любимые меры, такие как повышение пенсионного возраста, реформа государственных институтов, а также, что особо важно, необходимость слезть с нефтяной иглы и для этих целей осуществить приоритетную поддержку высокотехнологичного сектора и IT-сектора. Вот с чем мы точно можем согласиться, это с тем, что высокотехнологичный сектор и IT-сектор необходимо поддерживать. Что касается других пунктов программы «Реформа господина Кудрина», они имеют, вероятно, и свои плюсы, и свои минусы. Но хотелось бы тут особо заострить внимание на инвестициях в эти будущие высокие технологии. На наш взгляд, инвестиции в высокие технологии, допустим, в IT-сферу, абсолютно никак не противоречат увеличению инвестиций в нефтегазовый сектор. Во-первых, большие запасы нефти и природного газа, особенно природного газа, исторически были и, думается, еще долго останутся конкурентным преимуществом России. А во-вторых, высокотехнологический сектор в первую очередь как раз развивается применительно к области технологий для добычи нефти и газа, также для переработки нефти. Чем это не сектор высоких технологий? Интересно отметить, что на этом же Гайдаровском форуме звучали и некоторые другие прогнозы. Например, представители Министерства экономики считают, что уже во втором полугодии текущего года Россия может выйти на темпы роста как минимум в 2%. А если еще сравнить вот эти прогнозы с прогнозами Всемирного банка по темпам роста мирового ВВП, то можно отметить, что Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП в течение нескольких ближайших лет никак не выше 2,9%. Таким образом, если Россия выходит на темпы роста даже в 2% ВВП, то она идет практически инлайн с темпами роста мировой экономики. Это означает, что в ближайшем будущем можно достичь темпов экономических реформ в 3% и даже больше при условии, если мы будем экономику диверсифицировать и делать ставку не только на добычу сырья и на получение в бюджет доходов от добычи сырья, в первую очередь углеводородов, а также на развитие других секторов, в частности сельского хозяйства, в частности машиностроения, а также, разумеется, IT-сектора. И мы полагаем тогда, что при осуществлении реформ, которые нам позволят обеспечить темпы роста ВВП выше мировых, вполне можно будет обойтись и без реформ, предлагаемых господином Кудрином.